Наставление двенадцати В нашу задачу не входит жизнеописание каждого из двенадцати апостолов. Некоторые из них еще не раз встретятся нам на протяжении евангельского рассказа, о ком-то евангелисты больше не упомянут. Поскольку нашей целью является максимально полная, насколько это возможно, реконструкция облика Иисуса, то история избрания двенадцати апостолов ставит перед нами главный вопрос. Зачем они понадобились Иисусу? Чего Он от них ожидал? Для чего избрал их? С какой целью дал им власть изгонять бесов и врачевать болезни? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны обратиться к беседе Иисуса с учениками, приведенной в Евангелии от Матфея сразу после рассказа об избрании двенадцати. По мнению многих исследователей, наставление двенадцати, содержащееся в Евангелии от Матфея, представляет собой собрание из речений Иисуса, произнесенных в разное время. Этого нельзя исключить, тем более, что у Марка мы находим лишь небольшой ее фрагмент. Тот же фрагмент мы находим у Луки, однако другая часть наставления, которое у Матфея Иисус адресует двенадцати, у Луки адресовано семидесяти, а еще одна часть включена в беседу Иисуса с учениками в Иерусалимском храме. Эти параллели, однако, совсем не обязательно должны указывать на компелитивный характер беседы Иисуса с учениками, приведенной у Матфея. Можно предположить, что Иисус давал похожие наставления разным группам учеников, и что Лука, который сам был апостолом от семидесяти, записал то, что слышал от Учителя, когда он беседовал с семьюдестью, тогда как Матфей записал по учению двенадцати. Вне зависимости от того, произносилось ли наставление двенадцати целиком или по частям, нас оно интересует в своей целокупности, так как именно в таком виде оно дает понимание задач, которые Иисус ставил перед апостолами. Как и Нагорная проповедь, это поучение обладает внутренней цельностью. В нем есть сквозные темы и характерные для речи Иисуса повторы.